Что ж, это послание президента уже назвали самым дорогим в истории страны. По премьерным подсчетам, на реализацию всех проектов в год будет уходить до 500 миллиардов рублей. Сколько из них получит Бурятия, неясно, но точно за счет федерального бюджета. Республика свои деньги тратить не будет. Напротив, даже сможет заработать. Так говорят некоторые эксперты. Опрос проводила Евгения Жировова. Больше всего жители Бурятии обсуждают новые меры поддержки. Это мат-капитал на первого ребенка и пособие на детей от 3 до 7 лет. Хотя платить будут не всем, только тем, кто получает не более 12 тысяч рублей. В республике это 23 тысячи семей. Они в какой-то мере, наверное, все-таки позволят немножко выгладить эту картину. И, конечно, проблему впадания в институт семей с детей, ну хотя бы немножко решить. Хотя ожидать то, что именно пособия спасут экономику семьи, да, вряд ли. Меры, которые тоже, естественно, предложены, о том, что обеспечить занятость для малых мам, может быть, какие-то другие меры, они тоже необходимы. Но помочь обещают не только самым бедным. Классным руководителям добавят в 5 тысяч рублей в месяц. А младших школьников будут кормить бесплатно уже с 1 сентября. В Бурятии их более 40 тысяч человек. Также, возможно, решится проблема и для дошколят. До конца будущего года должны создать новые места в детсадах. Сегодня в республике в очереди 4 тысячи детей от полутора до трех лет. Это безусловно точно скажется на увеличении потребительского рынка, поскольку все деньги, которые будут поступать именно через поддержку матерей, через поддержку семьи, оно напрямую поступает на рынок республики. Через покупку продуктов питания, через приобретение жилья. Будет способствовать увеличению экономики. Будут ремонтировать поликлиники. Медиков станет больше. 70% бюджетных мест на лечебном деле станут целевыми. В принципе, это очень позитивный и правильный подход, который позволит съездить дефицит кадров. Налоговые условия для бизнеса не будут менять 6 лет. Малому и среднему бизнесу должны давать налоговые вычеты. Потому что теперь регионам будут компенсировать 2 третих выпадающих доходов. Бизнес поддержали, но на наш бюджет легла нагрузка. Мы потеряли доходы. Теперь 2 третих льгот будет компенсироваться с федерального бюджета. Это, безусловно, тоже стимулирует развитие экономики и поддержку бизнеса. Перемены не только в экономике, но и в Конституции. Россия остается президентской республикой. Но роль парламента усиливается. Президенты не смогут избрать на два срока. А Госдума будет не только согласовывать премьеры и министров, но и назначать. Официально говорят, изменений так много, что пришлось отправить в отставку весь кабинет министров. Хотя неофициально есть версия, что не все довольны их работой. Отставка правительства, безусловно, стала неожиданной сработием. Но в любом случае нам всем необходимо зареточиться на выполнении национальных проектов. Смена кабинета, наверное, необходима для того, чтобы еще раз встряхнуть управленческую команду и придать некое определенное ускорение. Когда примут поправки в Конституцию, не оглашается. Скорее всего, будет всенародное голосование. Непонятно, и кто войдет в новый состав правительства, пока его возглавил глава ФНС Михаил Мишустин. Евгения Жировова, Вячеслав Цибиков, телекомпания «Оригус». Субтитры создавал DimaTorzok